Девушки отдыхают 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 Но я еще раз для закрепления объясню, да, вот у нас есть настройки управления, и вот мы можем, вот, свои настройки, есть тут такой параметр, где клавиатура, да, и мы можем поставить на какие-то кнопки действия. Но я предлагаю начать с конца, вот я на данный момент, это у меня девятнадцатый, девятнадцатая кнопка, да, то есть мы можем видеть, что у нас User19 написано. Вот, хорошо, теперь нам нужно, а, и еще нужно будет инициализацию прописать, инициализация прописывается у нас в, вот, тут же швексайл клиент, и в бутстрапе приинит. Я специально тут добавил строку, да, которую просто нужно будет вставить. Итак, давайте мы сейчас это проделаем. Код немножко изменился, кстати, для сравнения я вам продемонстрирую, насколько он изменился. То есть вот наш код, да, по сути, ну, сам код не изменился, мы просто вот эту часть только вставляем, остальное как бы не нужно. И поэтому получился он вот так и выглядит, то есть мы вот эту часть чисто вставили в данный файл. Итак, ну, давайте сейчас попробуем. Значит, вот этот мы копируем, копируем, да, идем в папку с нашей игрой. Эксайл. Вот этот вы должны распбошить, вот он у вас. Распбошить, у вас получится папочка. В папочку мы заходим, коды, и сюда вставляем данный файл. Вот он у нас вставился. Теперь, теперь нам нужно найти вот этот файл, он есть у вас в клиенте, и вставить вот эти вот строки. Так, GUI-HAT-EVENT-ON-KEY-UP. Ищем. GUI-HAT-EVENT-ON-KEY-UP. Вот он этот файл. И тут мы перед свитч, да, перед свитч вставляем эти строки. Как видите, у нас идет инициализация на файл эксайл-клиент-обджект-плеер-хелл, который мы добавили. Но нам нужно теперь прописать инициализацию. Так, сохраняем. То есть нам нужно зайти в Bootstrap, Pre-init. Вот мы возвращаемся. Вот он, Bootstrap. И вот Pre-init. Вот мы копируем эту строку. И в Pre-init. Вот сюда, не в конце, потому что, видите, тут запятой нет. Я специально так сделал запятой. Сюда предпоследним вставляем. Сохраняем. Все, теперь мы просто сохраняем. И запускаем наш сервер. Но смотрите, данная часть в чем большой минус. Нужно перелить... Ну, как большой? В принципе, не большой минус, но просто, что у ребенка... Ребят, работать не будет, потому что надо перелить. А если у вас стоит проверка на сигнатуры, то вообще будет... Получается, ну, не пустит людей, потому что серверная часть, ну, будет изменена, соответственно. То есть это как у себя на клиенте надо менять, так и на сервере в собакой Exile надо менять, чтобы вы понимали. Вот, там если идет проверка сигнатур, то они должны совпадать полностью эти, ну, эти, сказать, клиентская часть, собака Exile, должны совпадать. Все полностью файлы внутри, которые есть. Поэтому, вы когда назад заархивируете это дело, вы сразу тогда возьмите просто вот этот ПБОшку и людям дайте на скачивание. Она весит вообще фигню. Ну, 1 метр 76, то есть ее за 2 секунды скачают, заменят. Не надо прям целевой собакой Exile всем давать. Ну, я не вижу смысла качать эти гигабайты, если изменен только один аддон ПБОшка, да. Я не вижу смысла. И все, и вы, получается, сохраняем и запускаем наш сервер. Сейчас я продемонстрирую, что у нас получилось. Так. У меня вот 100%. Я специально вам показываю, да. Кидаем гранату. Вот у меня стало 91%. У меня горячая клавиша G. Сейчас мы посмотрим. Да, буковка G. Вот я нажимаю, я не лечусь, потому что у меня нету именно пакета перевязочного, да. Но я сейчас себе заспавню, естественно. Что-то я не понял. Куда он делся? Что за приколы? Ага. Вообще странный инфистар на мой труп спаунит. Ладно, не суть. Вот я беру, допустим, могу два перевязочника взять, чтобы видно было. Да, и теперь нажму буковку G. Вот я нажимаю, оп, видите. И он у меня перевязался. При этом у меня остался один перевязочный пакет. Естественно, если я сейчас нажму G, ничего не происходит, потому что у меня 100%. Вот так это работает. Ну, я с вами на сегодня прощаюсь. Всем пока. До новых встреч.